Дружба Ну, сложно судить, отличается ли это понятие от женской дружбы Потому что у меня всего лишь один вариант Но мне кажется, что может быть чем-то отличается Потому что, наверное, для мужчин это в чем-то иногда даже более значимое, чем любовь Потому что мужчина, конечно, как существо, стремящееся к какой-то постоянной Точнее, к поиску какого-то равновесия, какой-то, не знаю, какой-то фундаментальности Нам все время кажется, что чего-то не хватает для этого или для чего-то Мы как-то все стремимся вперед Поэтому, поскольку любовь и влюбленность, и все, что связано с этими понятиями Это как-то оно иногда очень летуче все бывает в нашей жизни Поэтому для мужчин очень важно, чтобы дружба, она как некий такой сегмент Как такой постоянный литмотив То есть такая дружба, которая проходит через года, для мужчин очень важна Это важно для всего и для самооценки в том числе И, в принципе, наверное, мало что кроме какой-то настоящей дружбы Может являться какой-либо системой координат вообще в нашем мире Я думаю, это самое летучее и самое постоянное, что может быть вообще Поэтому, мне кажется, в каких-то категориях мужской дружбы может мериться все И время, и люди, которых, на самом деле, мне кажется, не существует Существует лишь время, в котором существуют люди И это время, оно меняется И сначала люди одни, потом те же люди, но они уже другие И только какие-то литмотивы, которые как-то проходят сквозь нас, сквозь время Как раз такие литмотивы, как дружба Это, наверное, единственное, что как-то может вообще связать Поэтому, а любовь, любовь это прекрасно Но есть, безусловно, есть генетическая любовь какая-то такая Которая закладывается к нам Которая приходит к нам как часть матери И, безусловно, мы уже наделены в любом случае любовью Поскольку мы, ну, как, в принципе, хотелось бы В любви рождены Поэтому любовь у нас изначально уже заложена А все остальное, такие вещи, как дружба Вот это надо заработать Надо заработать человека, надо заработать себя Надо заработать умение дружить Вот, и ценить человека Вот, хотя, безусловно, я думаю, что, опять же Как-то отчасти дружба Это и такой сегмент понятия любовь очень важный Но только уже немножко в другом ракурсе Вот, так что очень хочется верить В то, что, там, мои друзья Какие-то люди, которые, там, для меня важны Мне бы хотелось, чтобы они Прошло какое-то количество времени И вот они оказались бы со мной рядом И мы общались с ними, может быть, на другие темы Но в каком-то В том же ракурсе, в котором мы общались Как-то И, там, 10-15 лет назад Вот, ну, возможно, это одно из самых главных для меня Вообще Одна из самых главных позиций Это, конечно, дружба Вот, это такое очень, очень В той среде, в которой Там, вот, находимся мы С вами Там, я, коллеги Там какая-то Такая вся эта история Полумедийное пространство, все дела Вот, тут, конечно Дружба, это очень Очень правильный индикатор, в принципе Вот, это то, что, в принципе, меня Вот, и довольно часто спасает Так что, так что давайте дружить Ну, это штука, без которой невозможно Мне кажется, ни одно здравое принятие решения Вот, потому что, когда ситуация складывается как-то так Что у тебя есть Из нее один выход Или один А у тебя одна карта Вот, или одна дорога Вот, то это, конечно, никаким образом Ни с компромиссом, ни с принятием решения Ни с чем Как-то не связано Вот Тот выбор, который Скажем так Точнее, если у тебя один вариант Это даже не выбор А в тот момент, когда возникает выбор Вот, самый главный друг, конечно Это компромисс Вот, потому что компромисс Насколько это может быть Очень плохо Когда ты пытаешься все Мне кажется В одну корзину сложить И все это утащить с собой Вот, в этом смысле компромисс Когда ты стремишься Как-то получить какую-то выгоду для себя Какие-то дивиденды Буквальные Вот, компромисс В этом смысле всегда может быть Твоим, конечно, врагом Вот, а компромисс Который приносит дивиденды Относительно Каких-то, не знаю Ну, у кого-то это ассоциируется С приключениями У кого-то еще с чем-то Вот, у меня компромисс Наверное, ассоциируется с С каким-то Принятием решения Которое в первый момент Совершенно не кажется тебе Точным Вот И кажется, что как раз-таки Надо сделать наоборот Вот Но в этот момент Ты там как-то заглядываешься Очень глубоко Иногда в себя приходится заглянуть Вот, оказывается Действительно существует Какой-то Такой щемящий Тоненький внутренний голосок Который почти никогда не слышно Вот И ты до последнего момента Всегда сам пытаешься Как-то затоптать Вот Но всегда Наверное Компромисс По большому счету Это тот случай Когда ты вдруг К нему прислушиваешься И делаешь все наоборот Вот В том Случай, когда ты Уже, может быть, даже Принял решение Но Потом прислушался Вот Компромисс На самом деле Самый большой компромисс Это компромисс С самим собой, мне кажется И В том случае Когда ты на него пошел Если это оказывается Точная сделка Вот То ты всегда Ты всегда будешь в выигрыше Вот Хотя не всегда Получается Пойти на компромисс Вот Хотелось бы Хотелось бы чаще это делать Вот И хотелось бы, чтобы компромиссы Были какие-то Здоровые Вот Потому что К сожалению Компромисс Бывает еще связан С какой-то такой Позицией Меньше 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 И зла Вот Поэтому Это какая-то такая уже Более грустная история Вот Конечно Компромисс Он Вот И в профессии И в каких-то жизненных ситуациях Такие штуки Они совершенно С одной стороны похожи С другой стороны Совершенно разные Вот В профессии В профессии Будете честным С самим собой Можно конечно Очень Подя на компромисс Много натворить Каких-то делов Которые со стороны Могут показаться Малоадекватными И даже ущемляющими Как-то Не то чтобы права Вот Но интересы других людей Возможно даже Не самых плохих Вот Но тут Компромисс В плане Вот Что касается Каких-то Профессиональных моментов Такая штука Довольно Эгоистичная Мне кажется Вот Поэтому Компромисс По жизни Он всегда Как-то Он всегда Может быть С одной стороны Это 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 как-то Острее С тем Что всегда Это связано С какой-то Конкретной жизненной ситуацией И не всего лишь С выбором Там работы Или какой-то Разруливанием Какой-то Своей Твоего Какого-то Спрута Вот Но в жизни Всегда есть Рядышком люди Которые Вот как-то В этом По всем Участвуют Есть много Участников Событий Как правило Вот И непосредственных Вот А в профессии Как-то Это всего лишь Связано Все в основном Опирает все-таки В тебя Вот Поэтому Когда все Опирает в тебя Компромисс Он Может подвести Кого-то Кто находится рядом Но Не только голову Но и все тело Конечно же Вот И они еще Настолько Нарочито Прекрасны И Конечно Девушки Это главный признак Весны Вот Конечно Предзнаменование Всегда на их плечах Потому что Вот Еще Вот Сейчас идет снег Реагент Еще не сошел С наших дорог Черный снег И черная грязь И черные автомобили Вот И Несмотря на это С черных автомобилей По черным улицам Идут уже прекрасные девушки С голыми ногами В каких-то Вот Не совсем календарных Нарядах И Это Как-то Вселяет Какое-то Ну Вдохновение Наверное Я не знаю Наверное Вдохновение Вот Как-то Все 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 Как-то Как-то Чувствами С одной Стороны С другой Стороны Придающими Тебе Какой-то Не знаю Потенциал Вот В общем-то Поэтому Девушки Это Ну Для меня Для меня Это Как женщина Это все Вот В общем-то Я В этой жизни Благодарен Только Женщинам Вот И я думаю Что главные люди Которые меня окружают Это женщины У меня есть Несколько женщин Из моей семьи Есть несколько матерей Вот Мои бабушки Моя мама Вот Есть Мне повезло У меня очень много Женщин В семье И В общем-то Я бы даже Я бы сказал У меня Что в моей семье Женщины главный конек Вот Не в обиду это всем предкам Вот И братанам Но мне кажется Что Вот Это очень Такой хороший знак Вот У меня очень много сестер Вот И Младших двух Я воспитывал Поэтому Как-то Как-то Что уж говорить Что уж говорить Да и что уж говорить Женщины Вот В общем Женщина Это Самое 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 Главное Женщина Это самое Главное Мама Для меня Ну как Что для меня мама Для меня мама Это Определение всего Что я могу Определить Безусловно Это Это человек Который дал мне жизнь И в общем-то Кроме этого У меня ничего нет Вот В общем-то В принципе Наверное Даже У меня В случае с мамой У меня двойная ситуация Потому что Во-первых Мама мне дала жизнь А во-вторых Вот Мама И папа Тоже постарался Вот Создали Какой-то Некий Генетический фонд Которым приходится В общем-то Пользоваться И вот в этой профессии Особенно Собственно Только состригать Какие-то деньги И с своей стороны Я могу Только испортить То, что Сделала мама Вот Я думаю, что Самое Самое главное Постараться Этого не испортить Вот Чтобы это Главным образом Касается Себя, конечно Вот Уже Потом Всего того Что может со мной Происходить Вот Поэтому мама Вот Это настолько Сакральная история Что Хочется Как можно Меньше Даже Об этом Говорить Ложь Это наш Спутник Такой Один из Нескольких Основных Наших Спутников По жизни Это ложь В том Или в другом Виде У меня Это ложь У меня Ложь Это мой В принципе Главный Спутник По жизни В данный Момент Потому что Я занимаюсь Профессией Великого Обмана Вот Поэтому Кино Кино Это и есть В общем-то Большая ложь Которая Наталкивает На размышления Вот Как бы Вранье во благо Хорошее кино Это вранье во благо В основном Поэтому Что такое ложь Что она За собой несет Это очень Такой тоже На самом деле Персонаж В таком плаще Каждый раз Она Может быть В одинаковом плаще Но каждый раз Там кто Кроется Кто-кто Кто-то Кто-то Разный Вот Потому что Если бы Я думаю Не было На нашем свете Лжи Вот Безусловно Можно очень много Говорить о негативных Каких-то Сторонах Там Об ужастиях Вот Но это довольно Банально Поэтому хочется Неожиданно выступить Может быть В поддержку Лжи Вот Как Такого же Двигателя Прогресса Или антипрогресса Как и Какие-то Другие вещи Вот И Безусловно Много Случаев было Когда ложь Просто спасало Человеческие Судьбы Вот Поэтому Ложь Это Наверное Какой-то Такой Заменитель Сахара Для диабетиков Вот Потому что Если ты Здоров То Если у тебя В твоем организме Все хорошо То Ты можешь Кушать сахар Есть соль Все хорошо А если ты Болеешь диабетом То тебе нельзя Сахар Вот Тебе в любом случае Придется его Чем-то заменить Вот Поэтому Вот пользуясь методом аналогии Мы выводим Что иногда Ложь Может быть И лекарством Вот Хотя в большинстве случаев Ни к чему Кроме Как к разрушению Вот Если это касается Каких-то Каких-то Сакральных вещей Таких как Там Взаимоотношения Двух людей Вот И Когда эти люди Предоставлены друг другу Уже какое-то Время Долгое Недолгое Неважно Вот В общем-то Как правило Ложь Это Третий лишний В этой ситуации Какая бы она ни была Безусловно Если выдерживать Какую-то линию Вот И Использовать ложь В качестве Своего какого-то Оруженосца Который бы Там Не знаю Прикрывал твои Какие-то комплексы Или Помогал тебе Как тебе кажется Справиться С какими-то Ну Может быть Разным уровнем задачами Вот На которые ты преследуешь То Конечно Делать из лжи Оруженосца Не стоит Вот Но иногда Приходится и ложь Позвать на помощь Так что Главное Главное понимать Главное понимать В тот момент Когда Ты куришь Что ты куришь Вот Ну Уже Если куришь Делать это С удовольствием Тогда Может быть Более-менее Все будет хорошо Вот И в принципе Надо отдавать себе отчет Что если мы сейчас едим Что-то не очень качественное Что мы едим Не очень качественное Вот Тогда тоже В принципе Скорее всего Все будет хорошо И сработает иммунитет Вот Ну Тут уже Каждый сам разбирается Потому что Конечно Живем мы В мире лжи По большому счету Вот И Хочется Конечно Иногда Куда-то Куда-то Выехать В бушку И сидеть там Никому не врать В общем Сверхзадача Это что-то очень сверх Это что-то очень глобальное У нас есть такой термин Еще Профессиональный Конечно Это Сверхзадача Вот Это Один из Сегментов В общем-то Исполнения Какого-то Персонажа Вот У него есть несколько Каких-то таких историй Как сверхзадача Сквозное действие Вот там Прочее Физическое состояние Вот Это одна из составляющих Вот Не знаю Я не уверен Что какая-то Сверхзадача Это То что должно Тебя подогревать Постоянно Вот Я например В данный момент Увлечен весьма Локальными Какими-то историями Возможно В этом во всем Присутствует Какая-то сверхзадача Которая Где-то там Вот И все это Конечно Куда-то стремится Вот Но В целом Не знаю Думая все время О сверхзадаче Можно упустить Какие-то очень Мелкие Но очень важные Детали Вот Поэтому Даже не знаю Что вам сказать Потому что Сверхзадача Сверхзадача Я вот В данный момент Даже не могу Поделиться Что для меня Сверхзадача Если честно Вот Их Как минимум Несколько Вот И все они Лежат С одной стороны В каких-то Разных направлениях Сверхзадача 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 Я думаю Важна Прежде всего Человеческая Вот Какая-то Ну В сути своей Вот И сверхзадача Я думаю У каждого из нас Примерно Она Должна быть Одинаковая Безусловно Должна Оставаться Как-то Людьми Стремиться К совершенству Прекрасного Чтить Отца Своего И мать Свою И Какие-то Человеческие Сверхзадачи Они настолько Архетипичны Что Это Прекрасно Вот А Сверхзадачи Какие-то Профессиональные Еще какие-то Это довольно Скучная история Потому что Все так быстро В этом мире Меняется И там Я сам Несколько раз Что касается Каких-то своих Воззрений Или там Стремлений В какую-то Или ту или иную Там область Но я несколько раз Менял направление И несколько раз Сверхзадачи были Просто растоптаны И Были придуманы Новые Сверхзадачи Вот В принципе Если человек творческий Вообще Сверхзадача Штука опасная Потому что Надо прислушиваться К себе Вот И самая главная Сверхзадача Это ты сам Вот и все Вот При этом Главная Сверхзадача Это заключается в том Чтобы слушать только себя Вот и все А Если ты слушаешь себя То Прислушиваешься Опять мы возвращаемся К тому компромиссу Который мы говорили Вот Компромисс не всегда может В сторону Сверхзадачи Как-то В сторону Вот Поэтому Если слушать себя Очень часто Можно Резко Изменить направление Вот И оказаться Совсем не там Куда ты стремился Предыдущие Там 10 лет Или там Больше Или меньше Вот И в общем-то Как-то все так Поэтому Главное Чего Главное Чтобы войны не было Клубы Ну Клубы 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 Сборище 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 И сборище И всегда было сборище 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 Останется Вот Тотальное Адское сборище Прекрасное Ужасное Одновременно Я Сейчас Больше люблю Сборище Когда они касаются Какой-то конкретной истории Когда происходит Какой-то концерт Любимой группы Или еще чего-то Вот эти сборище Мне нравятся Больше всего Потому что Они все В своей энергетике Они Ну Довольно Локально Вот И все 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 получают В принципе Один и тот же Наркотик Ради которого Пришли Музыка Которую Все сейчас Слушают Музыкант Который Сейчас вышел И все Все в каком-то Порыве Мне больше Сейчас нравится Это Вот Потому что Стремление Просто собраться Все в одном Месте Ради Это другой Тип энергии Такой Другой Такой Броуновский Вот Он тоже Очень мощный Броуновский Вот И люди Безусловно Ищут себя Ищут друг друга Вот Это прекрасно Вот Наверное Чего Мне Немножко стоит В этом смысле Остается Точнее Порефлексировать Потому что Для меня клубы Это Ну у каждого клуба Наверное Это что-то связанное С определенным Каким-то возрастом И периодом жизни Вот Потому что У меня Такая плотность Была В какие-то Я был Помоложе Это был Конец школы Начало института Вот И То есть Как раз Конец рейвов То что Вот Закончилось В конце 90-х То есть Вот это как раз Все для меня Наверное клубы И все движения Которые Как-то вот Вспоминаются И ассоциируются Это наверное Это первые клубные движения Вот И все И Титаник И Все эти Потом уже МДМ Все какие-то Массы мероприятий Хип-хоп Против альтернативы Вот Какой-то Формирующийся Хип-хоп Альянс Бэтби Альянс Все эти персонажи Удивительные Человек-Адидас Вот Но это Для меня клубы Это конечно Такой пестрый период Становления И Ну главным образом Наверное это трэш Вот Сейчас как-то трэша Мало стало Сейчас тех людей С которыми я Тусовался в клубы Не пускают Но их просто В центре нету Теперь тут Везде хипстеры Вот И все вроде для них Хотя хипстеры На самом деле На вторую неделю В клубы ходить Перестают Которые для них созданы И туда щемятся Все равно Обдолбленные Тинейджеры Вот Все всегда Очень похоже Вот Поэтому Конечно Это трэш Которого Трэш 90-х Который Сейчас уже Вот Редко где можно Снизыскать Времена Меняются Это тоже Прекрасно Другие люди Какие-то Другая музыка Вот Все это более Окультурилось И стало Было больше похоже На Вообще На то Как это должно Быть Наверное Вот Но у меня Конечно Вот Ностальгия По тем Каким-то моментам Которые Наверное Сейчас бы считались Просто недопустимыми И И просто Сейчас Наверное Все думают Что такое Можно встретить Где-нибудь Там Не знаю В Уссурийске В Ленинске Или Тольятти Вот А Всего лишь Лет 10 назад Это было В Москве Вот Как-то Все очень быстро Изменилось Все очень Окультурились Вот Так что Клубы Че В основном На самом деле Клубы для меня Это Как правило То место Где В силу Обстоятельств Я могу Пообщаться С тем или иным Человеком Потому что Есть несколько Товарищей Которые Из клубов Не вылезают И иногда Чтобы хотя бы Раз в год Увидеть Надо прийти в клуб Вот Куда-то Прижать его в угол Там с ним Пообщаться Вот И потом Пострадаться Оттуда Выбраться Живым Ну Смотри Какая кровная Кровная Это кровная Вот А в принципе Месть Наверное Тоже штука Такая Вот Мы О каких-то В основном Сегодня Инстинктивных Вещах Говорим Как О каких-то Явлениях Заложенных Нашей Животной Натурой Вот Поэтому Безусловно Это Один из Одна из черт Которые Выдают В нас Зверя Который Живет В каждом из нас Безусловно Вот И месть Такая штука Она может быть Конечно и сладкой Может быть Горькой Вот В целом Я не мстительный человек Совершенно Вот Что касается Мести Наверное Наверное Мне Всегда Приятнее Когда месть Какая-то Растянутая Во времени И когда Это касается Каких-то Таких вещей Профессиональных Вот Всегда хочется Отомстить Вот Хорошо Когда месть Это Как 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 Признак здоровья Конкуренции Ты приходишь в кино Видишь В принципе Вот Какой-то твой коллега Неплохо Отработал в фильме Ты С одной стороны Очень рад за него С другой стороны Ты ненавидишь его Потому что Ты понимаешь Что Да Сейчас он Наверное Лучше тебя И С 33 Стреть стороны Уже Хочется Отомстить Вот И в принципе Наверное Это не так плохо Потому что Хочется Отомстить В общем-то Собственной Какой-то Собственной Мощью Талантом Работоспособности И сделать Какую-то Такую работу Которую бы Просто Все бы забыли Обо всех Кроме тебя Вот Это такая Правильная месть Вот А в остальном Я в жизни Очень Совсем Немсильный человек К сожалению Наверное Это даже Мой Ну Недочет То есть Я очень Злюсь Я очень Долго злюсь Меня Долго Надо вводить С себя Потом Если я выхожу Это довольно Странно Выглядит Потому что Я неадекватен Вот В этом случае Желания Месяцами Никакого Не возникает А если Оно Возникает То Через 15 минут Оно Проходит Особенно Если ко мне Подошел Оппонент И не важно О чем Даже мы с ним Пообщались Я не знаю Иногда Наверное Было Несколько Таких ситуаций В моей жизни Когда Наверное Стоило бы Отомстить Но я этого Не сделал В прямом смысле В прямом понимании Да Были Случаи Когда я Очень сокрушался И Мне казалось Что я в этот момент Слаб Вот Но Я не думаю Что мне сейчас кажется Что я был слаб Потому что Опять же Чувство мести И Я думаю Наслаждение Когда Уже Месяц Свершена Вот Я думаю Что Вот это Ощущение Вот это Сладкое Сладкое Ощущение Когда Какая-то Злость Если это Так уже Буквально Когда она Сладка тебе То я думаю Что это Такой Очень Вредный Яд Мне кажется Когда ты Испытываешь Эмоции Эмоции Негативные Когда ты Ими Упиваешься Когда они Тебе приятны И когда Твоему сердцу Это Сладко Ну Это Просто Вредно Я в этом Уверен И Придерживаюсь Вот Мне кажется Что В этот момент Когда Когда по нашим Жилам Течет Именно Такая Кровь То Сердце Оно Как Абсорбент Оно Как губка Как раз Максимально В эти моменты Оно впитывает Вот И уже Назад Ничего Не отдает Вот Поэтому Надо Стараться Надо Как-то Надо Стараться Побеждать Сначала Себя А потом Уже Врага Вот И возможно Другими Средствами Небуквальными Так что Но Я всего лишь В начале Пути Мне очень Многому Хочется Научиться Я знаю Несколько Сенсей Которые Ну Это просто Великие Люди Как они Вообще Насколько Вот их Выдержки И мудрости Мне бы Хотелось Поучиться Вот Хотелось Быть Даже Меньше Дерганым В каких Ситуациях В которых Ты начинаешь Дергаться Не злиться Вот Хотелось Бы Хотелось Бы научиться Обладанию Вот И Какой-то Не знаю Какая-то Правильная Сила нам Нужна Правильная Мы Довольно Часто И теряем И в тот момент Когда мы Испытываем чувство Мести Мы тоже Теряем свою силу На самом деле Это очень Такое Чувство Подмены Происходит Надо уметь В этом Разбираться Вот Я очень хочу Научиться В этом Разбираться Вот Так что Чего я всем Желаю Наверное Для меня Популярность Это Всегда Чей-то Пример Который Ты видишь Рядом Или Нерядом Или Вдалеке И ты ему Либо завидуешь Либо не завидуешь Но ты всегда Смотришь Да Вот это Действительно Популярность Иногда Та популярность Которой Ты просто Удивляешься Есть много Очень достойных Популярных Людей Вот К сожалению Это Такой бонус Который дается Не Не по твоим заслугам А просто Скорее в силу Наработок Наработок Каких-то других людей Ну это что касается Актеров Вот Потому что Популярность Ну это тоже Такая фишка Такая Такая игра На самом деле Это как правило игры Это Как Салки Вот Или там можно В сифака мы играли В сифака Наверное Точнее Вот В банк В тебя кинули Попали Сейчас ты сифак Потом ты бегаешь Кидаешь Вот Это Временная Такая штука И В наше время Абсолютно Абсолютно Медийного пространства Это всего лишь Расхожая монета Вот Самое опасное Что ты можешь С этой штукой сделать Это Подумать Что это все Действительно Тебе и принадлежит Вот И что это Заслуга Твоих внутренних потенциалов И Просто заслуга Твоей личности Не потому что Ты что-то много сделал Потому что Просто этого Как бы ты этого достоин Ты Действительно В общем-то А как может быть иначе Вот К сожалению Тут довольно часто История подмены Происходит Особенно когда Дело касается Какой-то Телевизионной популярности Потому что Телевизор дарит Ее Очень Быстро Легко Вот Можно очень Много работать в кино И Оставаться незамеченным Как Есть Довольно много Очень хороших артистов Которых там Никто не знает Фамилиям особо Ну Так Более-менее Знакомые лица Вот Но Я вот Таких людей уважаю Которые Вот Выдерживают Как раз Какую-то Линию Там Например Кому-то Притят сериалы И несмотря на то Что они есть Хорошие Там Они в них Все равно Не снимаются Принципиально Это круто Я там Например Я себе Такой Позволь Не могу Вот Но Я В принципе Люблю Этот формат Вот Кто-то Там Еще Чего-то Но К сожалению Популярность Это Сейчас Стало Ну Наверное Таким Основным Эквивалентом В общем Основным Каким-то Дивидендом Ради которого Ребята Идут Учиться В театраринстве Еще куда-либо Вот И в принципе Я не представляю Ничего Ни о чем Вот И мало Понимая И Представляя Этот факт Что скорее всего Вряд ли Сложится так Что Ты сейчас Там Все это Сделаешь Законтишь И потом Ты сможешь Кормить Семью Вращивать Детей У тебя будет Несколько Дач И в общем-то Ты будешь Гордостью Нации Это Мало Во-первых Мало Мало Таких Случаев Вот К сожалению Все Довольно Быстро Заканчивается И К сожалению Сейчас У молодых Артистов Новый Такой Барьер Это Возможность Действительно Сниматься Телевидение Требует У молодых Актеров Очень много Сериалов И тому Прочее Про Про Солдатов Про Школу Про Еще Какие-то Про Про Туристов Про Все Что Угодно Про Ясли Про Институт Вот И Ребята Очень много Ребят Все снимается Еще С первого Курса Со второго Вот И много Ребят После Отснимутся Там Заработают Какое-то Количество Денег Это все Дет в эфире Вот У всех Появляется Такое Ощущение Почвы под ногами Вот И Ложные Мускулатуры Что Профессиональные Что Какой-то Медийный Что В принципе Им кажется Что Они уже Занимают Какую-то Занимают Какую-то Ячейку Вот И В общем-то Потом Есть такие случаи Что люди Уходят Просто Из института Вот Уже Будущие Уверенными Следующий Этап Болезни Что В принципе Уже Ничего Не надо Что Все Все И так Вот Поэтому Это Всего Лишь Такое Испытание Но Оно Стало Довольно Бытовым На пути Артистов Поэтому